Здравствуйте, как вас зовут? Вы вчера были у меня на вебинаре, ключевая разгрузка, и задавали вопрос, да? Здравствуйте, меня зовут. У вас там после ковида сколько дней не проходит состояние? А я вам сказала, вы выходите на 5 минут, я вам так помогу, вот так вот. Да, и сейчас я вас прошу, я вам сейчас буду помогать, как избавиться от последействия ковида, да? А пусть все смотрят потом, и мы с вами вместе сделаем всем полезное дело, всем, кто находится в таком состоянии, чтобы они из него быстренько вышли. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, и что у тебя было, и сколько дней ты страдала этим вирусом? Расскажи, в двух словах. Меня зовут Лена, я из Казани. Я заболела летом, болела месяц. Стандартно все было не очень тяжело, но, как врачи сказали, не специфическое течение ковида. Были заложены уши три недели, не было обоняния. Потом все вроде бы стало проходить, когда меня пролечили вот этим ковидным протоколом. Но после того, как мне стало легче, резко заболело горло. И оно болит три месяца уже. Не проходит вот это вот состояние три месяца. Врачи сказали, что задеты нервные окончания. То якобы здесь нет такого уже как простудного фактора или... То есть, ну, они не знают просто. Это вот постковидное такое состояние. Они не знают, что это такое. Я понял. Скажи, пожалуйста, а температура у тебя была? Она была несколько дней. Да. А что, как определили, что именно ковид у тебя? Не было обоняния. Потом мы заболели всей семьей. У мужа было посложнее. И я как бы тоже, когда вот у меня поднялась температура, пошла, сдала КТ. Вот это легких. Вот. И там было поражение минимальное, но у меня заложило уши. И вот три недели я была в таком, как в банке. Сказали, что это неврология. Что это... Ну, больше вот на неврологию дало, чем вот на легкие. Вот. Понятно. А у мужа было, ты говоришь, потяжелее. Что именно у мужа? У него было поражение... У него была подольше температура высокая. Вот. У него было поражение легких 20 процентов. Чуть-чуть побольше. Но он как-то, знаете, через стандартные три недели вот на четвертую поправился. И потихоньку как-то вот, ну... А у него обоняние тоже пропадало? Тоже пропало, да. Да. У дочери тоже не было обоняния. Но ребенок, так как молодая, она болела практически вообще бессимптомно. Только обоняния не было. Ну, понятно. Скажи, вот сейчас у тебя, ты говоришь, горло болит, да? Уже три месяца, да? Или сколько раз? Да. Три месяца. А раньше когда-нибудь у тебя горло болело? Оно болело, да. Я знаю, что такое, когда болит горло. Но оно болело, ну как вот... Неделю болит, там, на вторую... Ты вот вылечиваешься там либо таблетками, либо полосканием. И оно проходит. То есть, как бы, такого никогда не было, чтобы по три месяца не проходило. И боль, вы знаете, не специфическая. То есть, например, значит, сегодня болит на одной точке. Вот как будто бы там вот выкручивают проволоку. Потом отпускает, переходит в другую точку. Так не болит горло. Ну, как вот, как при простуде. Я знаю, что это такое. Ну, они тебя туда шпателем из... Да. Смотрели у тебя там есть с миндалинами, что, налет какой-то там или еще что-то. Они сказали, что такого критичного ничего нет, чтобы вот так болело. Вот, ну, промыли там и сказали, что ничего больше не видим такого, чтобы так вот болело. И считают, что это что? Считают, что это задеты нервные окончания. Ну, понятно. Хорошо. Ты была на вебинаре, который называлась «Ключевая разгрузка». Вебинар у нас проходил в зуме. И ты вместе со всеми делала упражнения. И как? Хасай, я была на вчерашнем эфире. А, ты была на бесплатном эфире. А, понятно. Я понял. Что ты оттуда взяла из бесплатного ликбеза вчерашнего? Я пробовала делать вот эти упражнения ваши по... Ну, я их уже потом нашла в Ютубе. Так. Смотрела. Вот, пробовала делать упражнения с руками, когда они поднимаются. Так. Но это не получается. Ну, молодец. Пробовала делать вот эти пять упражнений разгрузки. Синхрогимнастики? Да, да, да. Синхрогимнастика. Вот. Но я немножко... То есть я как бы новичок в этом плане. Я еще пока не поняла вот это вот... Я понял. Ритм сам не поняла. Да. Я понял. Сейчас мы с тобой вместе проделаем практическое занятие. Коротенькое. Ты сейчас скажи исходное состояние. Например, по шкале вот это 10, нервное напряжение, вот напряжение, это шторм. А это ноль. Это ноль. Это градусник напряжения. Шкала спресса международная. Но я ее сделал такой специальный, модифицированный по методу ключ. Это будет, значит, 10 – это шторм. Это ноль. Это штиль. Это суета мыслей. А это безмятежность. Ну, суета мыслей, конечно. Ну, знаете, где-то, наверное, семерка, потому что, во-первых, я волнуюсь. Очень хорошо, очень хорошо. Мы все заметили, что ты семерка. Значит, это полный дискомфорт. Может, головная боль, может, плохо, может, паника, может, просто суета мыслей, волнение. Ну, это шторм, а это штиль. Мы должны это знать, исходно. И что будет через 5-10 минут с тобой, чтобы ты сравнился. А теперь, пожалуйста, вставай, я тебе буду подсказывать, что надо делать. Наша задача, чтобы ты находила самый простой способ решения. Например, держи руки перед собой. Это ключевой стресс-тест. Ножки чуть-чуть шире поставь. Ножки, да, потому что, если тебя начнёт вот так покачивать, чтобы ты не боялась, что ты стоишь устойчиво. Да, это тест, ключевой стресс-тест называется. И теперь мысленно воображай, не двигая руками специально, мышцами. Просто воображай, что они автоматически расходятся. Ну, с минимальными усилиями твоими. Просто воображай. И когда тело начнёт покачиваться, как будто ты едешь в вагоне поездом, ты ему не мешай. О, как пошло у тебя, у тебя быстро пошло. А теперь воображай, что они идут в обратную сторону. Это называется идиомоторные рефлексы. То есть, если диеты, воображай, что они идут, и рефлексом они идут. Да, ну, туда-сюда опускай. Ну, сделай ещё несколько в разные стороны, и потом друг к другу. Да. Друг к другу, как магниты притягиваются. Да-да, сама делай, чтобы не было, что это я тебе внушаю, понимаешь. Сама делай одну минуту. Так, делай. Вот, вот, молодец. У тебя хорошо получается. Знаешь, у тебя шея свободная. Молодец такая. Вот когда не получается у людей, надо шею себе помять там немножко. Ну, это, этому надо учиться, этому я учусь. А теперь вот представь себе, что когда ты руки опустишь, они начнут всплывать наверх. Не опускай, да. Во, во, во. И теперь наблюдай, как они всплывают. Как у птицы, знаешь, крылья. Вот, 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 вот. А теперь вообрази себе хоть крыльями, хоть вообрази себя птицей, хоть самолетом, хоть планером. Это упражнение полет. Что ты летишь над облаками. Повоображай себе. Вот все, что ты воображаешь, руками, руками сопровождай. Когда они сами, во, во, пошло покачивание. Значит, ты уже входишь в состояние. Вот это называется триггерный переход. То есть ты была в одном состоянии, а сейчас сразу скачок такой. Иногда его называют для рекламы квантовым переходом. Квантовым переходом. Ну, так для рекламы. Ну, типа там, что наука, физики там или еще прочее. На самом деле это триггерный переход. Переход количества в качество. Вот ты выходила на это состояние. Потом резкое улучшение состояния. Ты вошла в легкий транс. Да, пожалуйста, ты можешь оттуда репортаж даже вести. И это тебе будет помогать, углублять это состояние. Ну, чтобы всем было видно, что я тебя ни в коем случае не гипнотизирую, не внушаю, что ты со мной просто разговариваешь. Рассказывай по ходу. Вот летай так немножко и рассказывай, что это за состояние полета, ощущение полета. Что это такое? Вообще состояние руки, как будто бы, ну, вот, как кто-то толкает. Как ветер, да? Как будто какая-то, да. Как будто сами, ну, как будто сила какая-то толкает, да? Я сначала представляю, что они, как бы, вот сдвигаются, а когда вот назад, то они даже вот как-то вот так вот, как-то спешат. Если человек никогда не пробовал, он не поймет. Пока не попробуешь непонятно. Это логически непонятно, да. Это очень прикольное такое чувство. Это самое интересное. Если руки устают, надо их опустить. Если не устают, поискать им новое движение. И вот у нас принцип подбора путем перебора, в отличие от обычной физкультуры, это когда человек ищет то, что ему легче. Нас никогда в школе не учили этому. Ищи, что тебе легче. Нас всегда учили, повторяю, пока не получится. А это еще, это новый парадигма, новое вообще образование, это вообще новый подход к обучению. И если человеку трудно дается математика, или физика, или физкультура, если он перед уроками математики, или физкультуры, или изучением иностранного языка, эти упражнения поделает, уроки ему даются легче, он легче учится, меньше устает. Да, ну вот как хорошо. А теперь что тебе хочется? То и сделает. Хочется попрыгать? Попрыгай. Хочется попеть? Попей, попой. Хочется поплакать? Поплачь. Потому что после этих упражнений организм начинает выдавать потребности, которые нужно реализовать. Кто-то плакать начинает, кто-то смеяться, кто-то хочет петь, кто-то хочет потанцевать. Ну что хочется тебе, сделай. Улыбаться я, потому что плакать не хочется почему-то. Хотя я очень человек близкий, слезно. Но почему-то сейчас это нет, не хочется А что, вот так делай, вот так делай Вот почему-то вот так Да, да, делай, 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 делай Вот делай, делай, делай И вот делай то, что именно просит организм Ты восстанавливаешь свое здоровье Делай, делай, делай Потом увидишь, как ты себя будешь чувствовать Давай Каждый раз, когда человек занимается ключевыми приемами А их много И главная задача Вот мы проводим бесплатные ликбезы И там я помогаю каждому человеку подобрать именно О, молодец Вот-вот-вот, слушай свое дело Правильно? То, что делай, то и делай Мне почему-то так хочется подтянуться Как будто бы я поспал Вот-вот-вот, молодец Я помогаю на этих бесплатных ликбезах Они называются по-разному Но там вся идея в том, что я просто Объясняю, помогаю А как мне делать? А делай, как тебе легче А человек спрашивает А как это мне легче? Ну, перебирай любые варианты механической физкультуры Любые варианты перебирай И находи из них те, которые тебе легче Нас так никогда не учили А это как раз-таки ключевой подход То есть когда ты из физкультуры, из любых движений Вспоминаешь, какие движения тебе приятнее и легче И делаешь их Ты начинаешь выздоравливать Вот смотри, смотри, что ты делаешь Давай-давай Оттягиваться хочется, мне хочется Вот, вот, наконец Наконец организм начинает Ты начинаешь слышать свое тело Давай-давай А теперь, а теперь Да, садись, пожалуйста Вот прошло несколько минут Ты поделала Да, теперь скажи Вот у нас было сколько И сколько стало И сколько Только честно говоришь Было там 7? Скажи, было и сейчас 7? Или ты еще выше стала Или ниже стала То есть ты не иди У меня изрезался на поводу Да, я поняла Что, как бы, здесь такой Для чистоты Где-то стала пятерка Понизилась чуть-чуть, да? Понизилась чуть-чуть, да А твое состояние как сейчас? Ну, улыбаюсь Ну, а горло твое? А горло? Сейчас не дергает Не дергает Не дергает, да Я тебе дам домашнее задание Ты в течение двух дней Даже знаешь, что я тебе скажу Вот сейчас у нас полдесятого Ты часа через полтора Мне на две минуты позвони И просто скажи Как твое состояние Ладно Ну, не удивляйся Если тебе захочется спать Потому что Если столько времени нервничало Что с твоим горлом Что с твоим горлом Может быть Ты истощена И пока этого не знаешь Но как только ты сейчас сделала упражнение Сел отдохнуть Тебе может потянет спать Ага И ты тогда спи И не звони Хорошо Завтра позвони Они же нам все расскажут Мы с тобой вторую встречу завтра сделаем Смотри по своим обстоятельствам Спасибо Потому что После этих упражнений Когда ты села Села Ты вот начинаешь чувствовать Что тебе именно хочется Если захочется спать Надо спать Хочется плакать Надо плакать То есть ты не путай Если хочешь спать Не надо идти дрова Ну да Ну ты поняла Значит давай Мы так недавно проводили Эту встречу Слушайте Ну вытащилась Женщина Из этого Пусковидного Состояния Как пробка из шампанского Она Ну что ты На следующие сутки Она другая была Ну давай Давай Посмотрим Спасибо Я жду твоего звонка Давай До свидания До встречи До свидания До встречи